всем привет я дела и сегодня я покажу вам несколько вариантов лоскутных блоков тут принципе три техники до три вида вариантов огромное количество из них можно создать путем подбора цвета и путем раскладки всякой разной вот увидите меня 9 квадратов я взяла начну сейчас с многоцветного варианта 9 квадратов разных цветов и я их сейчас в принципе можно было на четырех показать но дальше покажу в общем разные варианты чтобы вы видели как это смотрится и при двух цветах и при четырех цветах вот таким образом я провела линию ну и на данном этапе конечно же лучше было бы ножом разрезать это да вот но девочки специально вот беру ножницы чтобы вы видели что если нет ножа для лоскутного для петчверка то все это не преграда вполне можно обойтись доступными средствами и ткани я не прокомментировала до ткани у меня там просто не брюки мужские рубашки костюмная ткань довольно плотно джинсы коричневая вот дальше вы видите самый первый желтый лоскутик я убрала под низ а теперь видите они у меня сместились и я буду соединять вот эти пары между собой лоскутики вы поняли там верхнем убираем вниз таким образом смещаются цветность и эти квадратики у нас получится вот такими вот смешанными из двух лоскуточков вот таким образом соединяем все квадратики для того чтобы границы не там выше ниже не бегали вам нужно сложить квадратики таким образом чтобы строчка у вас прошла от пересечения лоскутков до пересечения лоскутков то есть строчка в точке пересечения лоскутов у должна проходить вот видите вот там именно где пересекается вот таким образом вы складываете тогда у вас все получится нормально вот но все равно как правило все равно получается без без выравнивания не получается все равно потом выровняйте вот таких лоскуточков мы подготовили лоскутных блоков в принципе уже на этом этапе можно оставить и складывать сложить эти 9 получившиеся блоков в модуль вот но это как вариант а вот один из вариантов мы пойдем дальше теперь я таким же образом провела вы видите я на глаз провожу провела линию и также разрежу там уже шовчиков многое я уже просто по несколько штук вот так беру и разрезаю вот таким же образом теперь на парочку уберем вниз в общем вы поняли да смешивать можно как угодно вот и теперь я вот так вот попарно опять буду брать вот эти лоскутики и соединять таким же образом между собой вот видите и у вас получится вот такой лоскутный блок практически тот же crazy да как сказать выглядит но crazy мы ничего не краем шьем как душе угодно а здесь вроде как мы заготовили квадратики если вот такой способ вам интересен тоже в общем то имеет место быть можно просто квадраты вот соединить да это одно полотно тоже красиво ярко а можно вот такие квадратики смотрите и вот видите у меня там немножко смещения мне кажется ничего страшного ну для меня это не играет важного такого значения не имеет если вам имеет то там конечно поаккуратнее скалывайте вместо швов соединение и все у вас будет хорошо ну вот такие коллажек я чисто в программе по набирала что визуально вам было понятно вот из четырех например квадратов можно делать вот такие лоскуты четырехцветный модуль то собирать на свете совершенно разноцветный из четырех можно складывать таким образом что получается такая мельничка мельница вот если вы хотите обозначить вот из этих мельнички эти дата в принципе мне кажется в строчке о и вернее в стежке можно обозначить тоже будет очень красиво но это когда я буду собирать может быть какое-то изделие из этих блоков я конечно на этом остановлюсь и напомню а пока вот вы видите да таким же образом мы собрали эти квадраты в полосы сначала как я всегда и показываю затем эти полосы соединили между собой получили вот такой лоскутный модуль который в свою очередь вы можете понашив вот несколько таких модулей вот видите собирать вот в такие большие крупные полотна опять же повторюсь как многоцветные так и из двух цветов их можно собирать так и четырехцветные вот двухцветный сейчас покажу вот таким же образом я собрала из двух цветов вот уже на этом этапе тоже можно собирать лоскутные модули там складывать их поперек там доль поперек доль поперек тоже получается интересненько вот или как мы тут выкладка уже всякое может быть да или вот такие параллельные всякие полосы или вот тоже типа мельнички сложить вот там уже вы играете с кутами как вы хотите как вы захотите так вы их выложите вот я на этом тоже не буду останавливаться продолжу дальше разрежу их тоже чтобы вы визуально посмотрели как это будет выглядеть на деле вот двуцветные вот можно вот так вот на этом этапе до пособирать уже будут у вас такие мельнички а мы сейчас еще раз разрежем их эти блоки так называемые разрезалки они по моему так и называются вот что симона симона просится на ручке вот ну и теперь также поступлю как и с многоцветными просто по чтобы вам визуально было видно что из этого всего получится ну и таким же образом собираем теперь по два с каждого просто вот так переворачиваем вот видите уже не с другой строй а вот так вот переворачиваем с каждой разрезалки и вот таким образом складываем и у вас получается вот такое вот интересное да вот такие блоки и их в свою очередь тоже собираем большие модули и здесь уже можно поиграть и тоже сделать вот такие ну какие-то рисуночки вот сейчас поймете в общем играем с этими лоскутиками как только вы хотите можно допустим этот двуцветный лоскутик даже вообще с одноцветной вторая часть одноцветная в общем таким образом можно играть как угодно я надеюсь вам этот способ пригодится и потому что это так вдохновляюще когда ты начинаешь перекладывать разрезать раскладывать эти квадратики то он столько идей возникает а что если еще там третий цвет добавить или там один будет вот цветной а другой вот сплошной в общем вдохновляющая такая штука поэтому я решила сегодня и коллажики поделать немножко чтобы визуализировать вам показать вот видите здесь уже сразу вырисовываются эти мельнички до светлые и ткань опять простынь и мужская рубашка ну то есть можно собирать любые да вы поняли из любых тканей бросовых там всякого текстиля домашнего вот в первом блоке от самых тоненьких простынок там до джинсовых тканей собраны были то разноцветным то есть все это можно сочетать в одном изделии и все это прекрасно выглядит в результате вот мы посмотрели значит одну тех технологию как вот двуцветные из двух видов ткани там четыре ткани взять 4 лоскута и многоцветный вот такой ну и вот это многоцветный когда-то потом если я буду собирать в изделие я покажу стежка если обозначить вот эти мельнички то мне кажется будет смотреться очень здорово и интересно вот следующий вариант смотрим вот я взяла 5 9 квадратов на двух цветах покажу и соберу их сейчас вот в такой модуль вы знаете вот этот тоже нужно было может быть показать из многоцветных как это будет выглядеть ну девочки вы уже сами поэкспериментируйте то есть вот этот блок тоже конечно же можно и из разноцветных разных квадратов делать я покажу на двух цветах чтобы вам был понятен именно принцип вот когда мы собрали модуль моего вот так вот я вдоль загладила разрезала и вот так опять же вы видите да у меня нет никаких специальных приспособлений и роликовых ножей поэтому пусть это вас не останавливает их отсутствие то есть все можно и ножницами тоже сделать ну а дальше опять таки играем вот с этими лоскутиками видите вот такие большие маленькие квадратики в итоге вы можете получить потом вы их можете вот так вот выкладывать и получать вот такой модуль и нашив несколько таких модулей из них складывать опять же какие-то рисунки и вот представляете если будут квадраты разных цветов еще цвет добавить или еще там четыре цвета то тоже может получиться очень красивая штука видите а на деле делается это совершенно не сложно вот это же там немножко коллажа как их можно складывать до бесконечности шить там количество сколько вы понашлете сложить и уже выкладывать всякие разные рисунки вот здесь вот выраженный получился желтый да вот такой как бы ромб в ромбе можно вот так если несколько поношить то есть вариантов выкладки разные всякое великое множество еще оставлю ссылку на раскладку где мы треугольники делали ну и вообще в принципе у меня лоскутных блоков целый плейлист несколько я перечислю в описании к видео там и в первом комментарии закреплю ссылочки посмотрите ну вот а сегодня именно из квадратов решила показать и еще сейчас один вариант покажу тоже очень интересный лоскутный блок очень его люблю вот смотрите 4 квадрата но здесь вот надо допустим на один лоскутный блок нам нужно 4 квадрата 1 1 размера и один чуть побольше в данном случае вот 4 по 15 сантиметров стороной а один 17 сантиметров стороной да я взяла вот этот желтенький взяла сразу знаете разных цветов и контрастные чтобы вам было видно потом как можно это все компоновать вот мы сложили 4 квадрата и вот этот 5 складываем вдоль вот таким образом и вот таким образом прикладываем между квадратиков и вот здесь где булавочка здесь у нас будет проложена строчка по этим квадратом вот и сразу заколем другую сторону то есть у нас должно быть две строчки сейчас вот под низ положим то есть с того края вот этот желтенький и с этого края также между квадратами так вот сложим я взяла разные цвета специально чтобы вам было понятно если не принцип там по квадратам то по цветам вас ориентируетесь и сами себе попробуйте сделать и поймете вот таким образом то есть у нас должен должно быть в итоге готовая вот здесь мы сейчас проложим строчку и вот здесь мы проложим строчку и получим такую заготовку опять же ведь у меня коричневые джинсы дальше вот этот вот лиловый это костюм пятнистый это брюки летние очень плотный такой хлопок слегка стречи оранжевая это тонюсенькая простынь и ну тонкая не очень там качество было и вот желтенькая простынь хлопочек такой довольно такой хороший прочный вот то есть я говорю да можно весь домашний текстиль использовать сюда все вот видите мы таким образом прострочили и теперь мы складываем это все вот таким вот образом поперек а этот квадратик прямоугольничек вот таким образом раскрываем вот здесь вот можно воткнуть булавочку чтобы ровно шов был пойти это вашего тоже будет не видно и вот таким образом и сейчас все сколим так вот и на машиночку понятно да вот так вот вот здесь вот если ткани позволяют или если у вас специальные ткани для петчворка той заглаживайте в разные стороны если не позволяет там вы какие-то жесткие также вот как я там джинс там еще что-то взяли то заглаживайте как ложатся тканишки и все мне кажется это не принципиально и получается смотрите какая прелесть вот такой лоскутный блок квадратик в квадрате вот этом этот блок в свою очередь но это чисто коллажа и поделала просто для визуализации вам как можно раскладывать эти блоки соединять до несколько таких наших допустим если из четырех цветов можно двуцветные вот эти взять и 3 там квадратик центровой это уже на ваше усмотрение вот такой вот лоскутный блок вот такой прием частенько такой прием используют для как бы объемной вот этой серединке вот эту серединку то есть туда можно положить синтепух немножко распределить вот часто используют а ну или вот в таком варианте лоскутного блока смотрите как здорово и здесь он видите вот таким образом у вас получается такие там кармашки ну конечно же понятно что раньше показывала можно просто брать квадраты и зашивать угол настрачивать но еще и такой вариант есть вам для расширения кругозора и для понятия возможностей каких-то новых для открытия для себя вот возможно пригодится вот такой вот способ тоже видите как здорово и внутри у вас все закрыто ничего не видно вот этого квадратика симона у меня здесь на ручках уснула мурчит слышно нет так ну и вот такие блоки мне сегодня для вас ведь и сколько ну вот техники вроде такие простые да а сколько возможностей дают именно или раскладка или добавление тканей цветов да вот если поиграть вот с такими блоками то можно создавать очень много больших лоскутных полотен с какими-то определенными рисунками например вот видите какая прелесть вот этот блок это в прошлом видео мы когда показывали технику как пришивать прикреп ниточки вот здесь вот я тоже разрезала но здесь сами платки они принтованы тут наверное непонятно будет это разрезалка не видно ее не особо но вот тоже таким образом сшита как мы и синий желтым такого плана блок там вот ну его в свою очередь тоже можно и так и так складывать да вы видели там образцы варианты вот и если хотите хаотичность цветов то вот самый первый там вариант многоцветный хаотичность цветов но без там не как крылья допустим из раскроенных квадратов вот еще вот такие вот видео у меня есть на вот эту звезду кто не видел оставлю ссылки на вот эти это прошлое видео вот ну в общем пооставляю и у меня конечно в плейлисте лоскутные блоки очень много разных всяких вариантов лоскутных блоков которые шьются совершенно просто а возможностей там великое множество и поэтому если вам интересна такая тема смотрите проходите по ссылочкам вот палочки для суши мы недавно делали да слушайте у меня набираются эти блоки скоро уже нужно будет покопаться уже что-то куда-то их собирать в едином смотрите сколько тут всяких разных возможностей вот такое видео девочки на этом я буду с вами прощаться огромного спасибо за обратную связь за такую теплую добрую душу вашу вот такие добрые тёплые комментарии вы часто спрашиваете и вот так хочется сделать для вас что-то вот хорошее девчонки если хотите сделать для меня что-то приятное хорошее делитесь этим видео распространяйте забирайте мои видео к себе в соц сети на стены делитесь ссылками мне будет очень приятно вам это в один клик а мне действительно будет очень приятно и поможете моему каналу ну а на этом я с вами прощаюсь мои дорогие всего вам доброго приятного вам рукоделия и бесконечного вдохновения пока пока